Здравствуйте, меня зовут Виктория Шелегина, и я иммиграционный адвокат из Орландо, что в Солнечной Флориде. И это новая рубрика, посвященная иммиграции в США на канале Ро Флорида. Сегодня я хочу рассказать об основных видах иммиграции в США и подробнее остановиться на каждом из них в своих дальнейших видео. Итак, иммиграцию в США можно условно разделить на 4 основных вида. Первый – это семейная иммиграция. Самый популярный вид иммиграции. Именно по этой категории выдается больше всего иммиграционных виз и гринкард в год. Второй вариант – рабочая иммиграция. Для этого вам понадобится американский работодатель, который готов нанять вас на работу и пройти с вами весь иммиграционный процесс, небыстрый. Вопреки домыслам, этот вариант иммиграции доступен не только обладателям дипломов о высшем образовании, но и тем, у кого такого диплома не имеется. Сроки ожидания, однако, в этом случае будут разниться. Кстати, для определенных видов рабочей иммиграции наличие работодателя не является обязательным. Вы можете подавать эту петицию самостоятельно. Третий вариант – это инвестиционная иммиграция. Здесь все очевидно. Вы инвестируете определенное количество денежных средств в американскую экономику. Из-за этого у вас появляется возможность получить визу или гринкарту. Подробнее о суммах и условиях мы поговорим в следующих видео. Ну и четвертый вариант иммиграции – гуманитарная. Сюда входит не только убежище, о котором знают, наверное, все, но и случаи домашнего насилия на территории США. Или же, если вы были жертвой серьезного преступления, опять же, на территории США. Обо всех этих видах иммиграции я расскажу подробнее в своих видео, которые будут выходить на канале Ру Флорида еженедельно. А прежде чем мы перейдем к обсуждению каждого из видов иммиграции, я бы хотела остановиться на том, чего не нужно делать, если вы проходите иммиграционный процесс. Много сказано о том, что нужно делать. Я же расскажу о том, чего делать категорически не следует. Первое. Не обманывайте и не предоставляйте ложную информацию в своей иммиграционной анкете или во время интервью. Это может привести к отказу в визе или дисквалификации на всю жизнь. Поверьте, ваша невинная ложь в заявлении о получении туристической визы о месте работы или семейном статусе может иметь далеко идущие последствия. Иммиграционные последствия. Второе. Не пытайтесь нелегально попасть в США. Нелегальное пребывание может иметь серьезные последствия, включая депортацию и запрет на въезд в будущем. Если у вас есть основания для прошения об убежище и вы планируете это делать на южной границе, воспользуйтесь программой CBP-1. Это существенно облегчит ваши иммиграционные перспективы. Третье. Не работайте без разрешения, находясь в легальном статусе. Работа без разрешения может привести к негативным последствиям, включая невозможность сменить статус или даже запрет на въезд в США. Четвертое. Не нарушайте американские законы. Поддерживайте законопослушности и избегайте участия в незаконных деяниях, которые могут негативно повлиять на ваш иммиграционный статус. Очевидно, да? Поверьте, древние греки были правы, когда писали о разности в правоспособности между Юпитером и Быком. А там, где гражданина США просто строго пожурят, негражданина могут ждать серьезные последствия, включая депортацию. Пятое. Не игнорируйте свои иммиграционные обязательства. Следите за датами и сроками и всеми иммиграционными процедурами и принимайте соответствующие меры вовремя. Иммиграционное право очень следит за датами. Порой нарушение статуса на один единственный день может иметь серьезные и катастрофические последствия, а не появление на судебном заседании и вовсе может привести к автоматической выдаче приказа вашей депортации. Шестое. Не откладывайте обращения за юридической помощью. Если у вас возникает вопрос или проблема с иммиграцией, обратитесь к квалифицированному иммиграционному адвокату, чтобы получить правильную информацию и руководство. Да, иногда ребята из социальных сетей говорят более приятные и оптимистичные вещи. Адвокат пугает и вообще звучит пессимистично. Но иммиграционная ситуация является тем случаем, когда важна правда, какой бы она неприятной ни была. Как минимум вы сможете трезво оценить ваши шансы и выработать стратегию. Седьмое. Не забывайте обновлять свои иммиграционные документы и информацию о себе. Если у вас произошли изменения в адресе или других важных данных, свяжитесь с соответствующими иммиграционными органами и обновите свою информацию. Вы совершенно точно не хотите пропустить интервью или слушание только потому, что вы не получили соответствующие уведомления. Восьмое. Будьте осторожны при получении информации и услуг, связанных с иммиграцией. И убедитесь, что вы работаете с лицензированными профессионалами. Нет, пролегал не может представлять ваши интересы перед иммиграционной службой. И нет, нотариус в США и на постсоветском пространстве – это две абсолютно разные ипостаси. Девятое. Не забывайте изучать американскую культуру и законы. Имейте представление о правилах и нормах поведения в США, чтобы успешно адаптироваться и избежать каких-то курьезных, а то и нежелательных ситуаций. Да, некоторые слова и выражения в США считаются грубыми, даже неприличными. Даже в том случае, если вы ничего такого не имели в виду. И у нас все так говорят или делают. И, наконец, десятое. Не теряйте связь с вашей странной происхождением и культурой. Сохранение своего культурного наследия поможет вам не только укрепить вашу идентичность в новой стране, но и, как минимум, ваши дети скажут вам спасибо за то, что они говорят на двух языках, без какого-либо усилия с их стороны. Спасибо за ваше внимание. Буду благодарна за ваши вопросы в комментариях, о том, что бы вы хотели услышать на тему иммиграционного процесса в США. До встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok